МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неприятности, а ничем хороши. Для того, чтобы их найти, не надо знать какие-то особые места. Здравствуйте! В эфире добро пожаловаться, я Олег Усачев. И сегодня мы, как обычно, попытаемся вместе с вами узнать места, где нашли неприятности наши герои. Полезные, приятного просмотра. Чтобы высосать у человека всю кровь, необходимо 1 миллион 200 тысяч комаров или 1,5 миллиона блох. Известно, что блоха вошла в историю мировой литературы благодаря левше, который ее подковал. Герои этого сюжета вошли в историю белорусского телевидения благодаря этим насекомым. Подробности ниже. Блоха – удивительная насекомая. Она в состоянии притащить груз, превышающий ее собственный вес в 160 тысяч раз. Прыгает на высоту, превышающую собственный рост в 150 раз. Выносливость и вовсе фантастическая. Блоха может прыгать, не останавливаясь, более 30 тысяч раз. Но одно дело факта из книжек и интернета. Другое – испытывать чудовищные возможности этих кровосущих на себе. В тот раз, когда в ЭЛА-цинстанция приходила, она не захотела идти в квартиру. Вот селась в подвал, ой, еще нормально тут сделают ремонт. Значит, нам сказали, что будут делать. Значит, конденсационные трубы у нас, значит, уберут, ну, поменяют. В подъезде окна вот что они поменяют. Действительно, в доме номер 18 по улице Гая, что в Минске, где проживает Светлана, идет капитальный и безумно долгожданный всеми жильцами ремонт. Последний шутит о старословой это бедствие совершенной группы лиц по предварительному сговору. Капитальный ремонт начался с начала марта. Нас собрали на общее собрание, значит, нашего дома и девятого дома. Вот. Ну, зачитали нам, какие работы будут проводиться, что будет делаться в нашем доме и что будет делаться в том доме. Конечно, народ сразу возмутился. Жильцы действительно пришли в негодование. Ведь они были уверены, что после ремонта их дом превратится в картинку. А из подвала исчезнут не только прогнившие трубы фекальной массы, но и облюбовавшие сырое и вонющее место блохи. Увы, когда коммунальщики озвучили, сколько денег выделено на ремонт дома, народ ахнул. Почему такая несправедливость? Почему такое неравноправие? Все одинаково платили деньги. И буквально нас, как каких-то изгоев, вышвырнули из финансирования. И мы получаем этот мизер, который и то не могут сделать, провести правильно, достойно. Потому что ремонт этот, ну, это, не знаю, как его можно назвать. Не ремонт, а слезы какие-то. Потому что в подвалах, получается, стоит вода, блохи и, не знаю, подъезд, да, фекалии. Причина появления блох – подвальная сырость и канализационная вода. Эти насекомые могут заразить 25-ю вирусными инфекциями. Приобрести хозяина блохи не проблема, так как прыгают, как уже говорилось выше, на 20 сантиметров в высоту и до 30 сантиметров в длину. Жильцы уверяют, что руководство местного ЖЭС не чешется. Мы решили проверить. Да, у нас это каждый год, это земляные блохи. Это не блохи с котов там или еще как-то. Это старый микрорайон. И не бетонные полы, как сейчас делается, там песок. И если уже они завелись, то, конечно, их вывезти очень тяжело. И мы целое лето, да, их травим, бывает до поздней осени. Даем в санстанцию данные. Каждый месяц вызываем, если у них получается, два раза в месяц, что у них весь город. Вот, поэтому, согласно графику, выезжают они к нам. Дезинфекторы, конечно, будут ездить столько, сколько их позовут. Ведь каждый визит исправно оплачивается коммунальщиками. Кстати, если блохи поселятся в квартирах, то специалисты протравят их за весьма умеренную сумму. Дезинфекция однокомнатной квартиры обойдется от 6 до 8 рублей. Трехкомнатная встанет в два раза дороже. Но даже юному натуралисту понятно, что устранять надо не насекомых, а причину их появления. А причина появления блох на улице Гая-18 – сырой и грязный подвал. А капитальный ремонт, по мнению жильцов дома, не решит проблему. Конечно, мы очень много писали в разные инстанции, и вышестоящие. И гребень здесь у нас был на собрании. И, короче, ну, все руководство. И у нас идут только одни отписки. Пока люди возмущаются так называемым ремонтом, а коммунальщики и строители молча делают свое дело, блохи не дремлют. Они размножаются и спокойно пьют кровь. Это мы должны добиваться. Хотя смета должна быть рассчитана, какие работы произведены по капитальному, не по косметическому. Они хотят по косметическому не красить. Заметим, что блоха способна к длительному голоданию. До 18 месяцев. Так что ждать, что насекомые на улице Гая-18 вымрут от жесткой диеты не приходится. А ведь эти насекомые беспокоят людей не только своими укусами, но также могут быть переносчиками таких опасных для человека заболеваний, как брюшной тиф, тулериомия, чума и прочее. Просим, конечно, оказать нам содействие окончательного какого-то результата, чтобы мы в конце концов знали уже, что нам дальше в суд обращаться, или нам в милицию обращаться, или нам еще куда-то обращаться. Поэтому, пожалуйста, мы уже останавливаться не можем. После того, как этот сюжет выйдет в эфир, мы обязательно в соответствии с указом президента Республики Беларусь номер 630 о реагировании должностных лиц на критические выступления в государственных средствах массовой информации пошлем в официальные органы запросы, уведомления. Ответ мы озвучим обязательно в одной из последующих программ. Сам же дом номер 18 станет объектом нашего пристального внимания. Кто знает, вдруг после завершения ремонта пропадут не только блохи и фекалии, но и возмущенные голоса. В общем, свежо ли это предание, мы узнаем чуть позже. И в завершении сюжета совет всем телезрителям. Для того, чтобы комары, блохи и прочие насекомые не кусали вас ночью, днем их надо хорошенько накормить. Одно плохо, кормить придется своей кровью. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время коммунальные и санитарные службы района прекратят предудительное донорство на улице Гая. Музыка